Помогать тем, кому повезло чуть меньше, чем тебе. Вот один из главных постулатов участников студенческой благотворительной организации. За время существования, а это чуть меньше года, ребята успели посетить не один детский дом Казани. Как правило, визиты спонтанные проходят в неформальной обстановке. Теперь же ребята решили немного изменить вектор своей работы. Презентуя проекты, которые планируются реализовать в ближайшее время, участники организации, основной упор делают именно на то, что нужно детям. Сейчас цель ребят – привлечение людей, связанных с музыкой и искусством, которые помогут воспитанникам детских домов в развитии их творческих способностей. Кроме того, давняя задумка, связанная с перечислением денег со стипендиальной карты студентов, временно приостановлена по ряду юридических причин. Однако ребята придумали альтернативный способ решения. Мы хотим сейчас во всех зданиях института расставлять ящики, то есть эмблема нашей организации, эмблема нашей фонда, фонда инициативы выпускников и студентов. И любой желающий сможет положить деньги, и эти деньги пойдут на благотворительность. На презентацию были приглашены участники других казанских благотворительных организаций, культурные деятели, представители вуза. Предложения о помощи и сотрудничестве начали поступать незамедлительно. Я думаю, что мы сможем вместе сотрудничать и работать. У нас есть очень много инициативной молодежи, которые также есть, и ученики, которые учатся в консерватории, и студия тоже есть своя. Узнав подробнее о работе организации, помогать и сотрудничать решили представители департамента по молодежной политике КФУ. Я думаю, мы сможем много чего ребятам предложить. Во-первых, начиная с поддержки творческой, художественной составляющей, там, где речь идет о номерах различных, о концертных программах. Мы располагаем довольно-таки большим потенциалом в этом плане. Ну и, надеюсь, какие-то еще ресурсы будем изыскивать. То есть, в любых вопросах постараемся оказать посильную поддержку и помощь. Помимо презентации, гости смогли познакомиться с картинами, выполненными воспитанниками Лаишвирской школы-интерната для слабовидящих детей. Марта Вулканина, Ленар Довлетьяров, Универньюз.